На глазах у ошеломлённых прохожих хищник выпрыгнул из окна жилого дома и отправился на прогулку. С подоконника за ним наблюдал ещё один леопард. Откуда в обычной московской квартире экзотические животные разбиралась Дарья Окунева? Многоереска, он уничтожил животных. Они называют леопарда дафна и тискают к окошку, хотя профессионально животными никогда не занимались. Я нет, я не трассировщик. В цирке работает? Нет, я нигде не работаю, занимаюсь спортом. Перепуганным соседям спортсменки теперь объясняют, зверь не их. Якобы друг попросил подержать, пока сам в отъезде. У нас совсем в плане на неделю, можно сказать, всё. Да, так-то, конечно, вы думаете, мы бы стали жить с таким животным в квартире. Стали, и не с одним, а с двумя. Об этом соседи узнали случайно, когда дафна, как настоящая кошка, решила прогуляться сама по себе. Леопард сумел открыть окно и выпрыгнуть на улицу. Вот второй этаж, вот окно, половина была открыта. Там сидел второй леопард, вот так вот, смотрел за движением этого первого леопарда. Их там двое. Я шла с ребёнком в магазин за продуктами, а он бежит ко мне. Сначала рычал-рычал, вот, а потом такой хороший, хороший, добрый зверь. Заставляя прохожих столбинеть и ойкать, леопард резвился на газоне перед домом минут 15. Не атаковать, не охотиться, к счастью, не пытался. Поймать леопарда удалось сотрудникам местной стройфирмы. Подманив курицей, им удалось запереть зверя в своём офисе. Операцию по поимке хищника возглавил Мегера Гаджанян, охотник со стажем. Он быстро определил, леопард совсем молодой и пока не опасный. Пытался даже накормить животное, но из чужих рук есть леопард не стал. Он тут ходил, прыгал, у меня тут охотничьи трофеи, он не игрался с ними, любит там этих. Лис там схватывался, лис схватывался этого со стены. Впрочем, долго играть с дикой кошкой Мегеру не пришлось. Девушки, узнав, что беглянку поебали, потребовали леопарда вернуть. Но привезти Дафну домой не успели. Приехали полицейские, которых вызвали едва отошедшие от шока очевидцы. Это опасность, она реальная для людей, для окружающих. И это издевательство над животными содержать в таком состоянии. Приехавший на подмогу профессионал выяснил, леопарды в хорошем состоянии. Правда, Дафна оказалась Дафной не вполне. Это семимесячный леопарденок, мальчишка, который абсолютно ручной. Но тем не менее, вы понимаете, любое животное, обладающее клыками и когтями, оно может быть непредсказуемым. Ради безопасности соседей обоих животных решено было изъять. А заодно выяснить, кому на самом деле они принадлежат. И вообще, что это за звери и откуда. Если это леопард дальневосточный, передний азиатский, занесенный в Красную книгу, то на него должно быть разрешение на содержание краснокнижных животных. Если найдутся документы, кроме усов и лап, и подходящее для таких зверей место содержания, леопардов вернут хозяину. Пока же они будут жить в подмосковном питомнике, в дом на Шелепихе. Леопарды не вернутся в любом случае.